Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Ольга Изидорова, директор газеты «Про город Рязань». Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Насколько я знаю, совсем скоро в вашей газете исполняется год. Год назад мы беседовали, беседовали о ваших планах, о том, что бы вы хотели увидеть в этом издании. Сегодня хотелось бы поговорить о том, что же получилось. 22 августа газета впервые пришла в почтовые ящики гаража. И, надо сказать, мы сразу получили большой эффект. Большое количество людей позвонили нам, чтобы выразить свою благодарность за то, что газета пришла. Большое количество людей проанализировали нашу газету на предмет ошибок и точности, и неточности. И большое количество партнеров поддержало нас сразу с первых страниц, с самого первого выхода. Наша задача была и остается сделать так, чтобы эта газета приносила только городские новости. Что бы ни произошло в мире, мы стараемся эту информацию приземлить, найти, как она в Рязани отразилась, что от нее будет положительного, что от нее будет отрицательного, и рассказать об этом нашим читателям, чтобы каждый человек мог понять, что произойдет в его жизни от того, что вышел новый закон, или от того, что произошли изменения в стране или во всем мире. Мы положительно оцениваем наш ход и считаем, что этот год прошел хорошо. Скажите, какая-то обратная связь с читателем у вас существует? Может ли, например, Рязанец обратиться к вам с какой-то проблемой и надеяться на то, что ваши журналисты помогут в решении этой проблемы? Девиз нашей газеты, газеты «Про город» – «Город в твоих руках». Когда мы говорим «в твоих руках», мы обращаемся к горожанину. Ты можешь сделать изменения. Сейчас, когда у каждого человека есть телефон, и он проходит по улице и видит что-то, что ему не нравится, либо он считает это несправедливым, либо это должно изменить, он может это сфотографировать и послать в нашу газету. Вы удивитесь, какое количество людей к нам обращаются и отправляют нам свои фоторепортажи с места событий, видео, рассказывают о том, что произошло. Обращаются к нам в ВКонтакте, обращаются на сайте и обращаются напрямую в газету. Приходят и звонят. Эти сообщения являются основным нашим содержанием. Ведь наша задача сделать так, чтобы город менялся. И у нас есть большое количество примеров того, как это срабатывает. Например, совсем недавно ребята, молодые волонтеры приняли решение убирать торговый городок, который находится в сложном состоянии, нельзя назвать удовлетворительным, это некрасиво и нехорошо, и я считаю, позорит город. Люди не остались безучастными и стали там прибираться. В какой-то момент мусора осталось столько, что они задали себе вопрос, как мы будем его возить. Они обратились к нам в газету, и мы написали очень маленькую заметку о том, что волонтеры прибрали, и теперь ребята, пожалуйста, помогите им, для того, чтобы они отвезли этот мусор куда-то, потому что жара, любая спичка может привести к пожару. В понедельник, когда начался рабочий день, ничего не произошло, а уже во вторник к нам позвонили из организации, которая, видимо, наблюдает за этим зданием, торговый городок, попросили у нас телефоны волонтеров для того, чтобы предоставить им машины. Это всегда, все, что происходит, у горожан находит отклик. У нас было тысяча информационных событий, после которых люди нам звонили и говорили, ребята, мы готовы помочь, куда перечислять деньги. Но мне бы хотелось, чтобы каждый горожанин знал, что если что-то произошло в его квартире, его дворе, его доме, либо на улицах, которые он любит, он может к нам обратиться, и мы осветим это. Как прожектор покажем, что здесь не так. И службы, которые должны за это отвечать, очень часто обращают внимание на то, что написано в нашей газете. Ваша газета абсолютно бесплатна. За счет чего это возможно? За счет большого количества рекламы? Да, газета бесплатная. Зачем мы это делаем? Мы хотим сделать так, чтобы в один момент большое количество читателей прочитало газету. И произошло это в субботу. Каким образом нам это удается? У нас есть только один способ зарабатывать доходы. Это наши партнеры-рекламодатели. Мы заключаем с ними договора, они размещают свою информацию в нашей газете и делают эту газету еще более информативной. Потому что в момент, когда человеку нужно сделать что-то по дому, либо приобрести, либо заменить, либо отремонтировать, он уже знает, что он может заглянуть в наши газеты и получит информацию о том, сколько это стоит, как это сделать. Когда мы вышли, примерно в каждый номер с нами сотрудничало около 60-70 клиентов. На сегодняшний день эта цифра изменилась. Большее количество клиентов стали нашими партнерами. Но чем мы гордимся? 80% наших партнеров остались с нами, начиная с августа прошлого года. Потому что они видят эффективность, потому что они видят наши старания, видят, как город реагирует на их информацию. И наше сотрудничество такое плодотворное и долгосрочное. Это полезно и для людей тоже. Иногда приходится объяснять какие-то вещи, чем отличается один товар от другого, на что лучше обратить внимание. Это является помощью для читателей. И нам часто выражают благодарность за то, что эту информацию мы делаем открытой. Расскажите, пожалуйста, о тех людях, которые работают с вами. Какой коллектив вам удалось собрать за этот год? Я бы сказала, что людей, которые работают в газете «Про город», отличает одно свойство. Они все неравнодушны. Неравнодушны и любознательны. Я должна вам сказать, что мой кабинет находится рядом с кабинетом редакции. Так вот, я очень часто слышу эмоции в этом кабинете. Когда происходит что-то шокирующее, людей заставляет это сопереживать. И это слышно в разговорах. Когда происходит что-то смешное, я слышу громкий смех. И любой материал, который приходит к нам, мы много и часто об этом говорим. И когда мы видим, какой резонанс это в нашем коллективе вызывает, от этого может измениться ход той истории, которую мы напишем. Вот это очень важное неравнодушие и любознательность. Вот тоже очень важное качество, которое, мне кажется, любого молодого человека толкает вперед и отличает вообще наличие пути. Будет путь или это будет остановка на месте? Скажите, а в тех новостях, которые вы подбираете для вашего издания, вы делаете упор на, не знаю, какой-то определенной тематике этих новостей? То есть это, по большей степени, новости политические или социального характера? Есть принцип, по которому новости попадают в газету про город. Принцип этот следующий. Если 80% населения города это интересует, это должно быть на страницах газеты. И есть еще один принцип. Об этом могли все уже рассказать. И некий эксклюзив может быть утерян. Как бы с точки зрения, вот это и прямо сейчас произошло. Но обязательно мы должны увидеть разные точки зрения. Большое количество СМИ сообщает о том, что вот это данность, это произошло. Мы стараемся найти причины и выводы, либо последствия, к которым это приведет. Например, вот те материалы, мы писали материалы о том, как сильно заливает город. И какая ситуация после ливней остается в городе, что машины доходят, вода машинам доходит прямо до ока. Мы старались разобраться в этой ситуации. Для этого нам пришлось обратиться к архитектору. Для этого мы посидели на форумах, где описываются причины. Мы послушали, что говорят люди. И увидели, что предпосылки у этой проблемы, они, конечно, налицо. Сейчас очень много строится. И даже я помню, что некоторое время назад кого-то чиновника взяли вместе с взяткой за то, что он принял дом и не учел в нем, что нужны ливневки, и нужно эту ситуацию заранее рассматривать. И если раньше в городе было большое количество насаждений, земли, когда вода могла уходить, то на сегодняшний день большое количество бетона, тротуара, и вода уходить не может. И все это приводит к тому, что когда дождь идет к нам, у нас происходит вот такая ситуация, большое количество воды скапливается в одних местах. Когда мы пишем об этом, мы не пишем о том, что вот, ребята, был потоп, вот столько-то машин пришли в негодность после этого потопа. Мы пишем о том, почему, что будет дальше, как к этому относиться, и что вы прямо сейчас можете сделать, чтобы этого избежать. Когда начинается ливень, лучше тогда не выезжать на большие трассы, где вода может скапливаться. Ну и накануне вашего дня рождения хотелось бы услышать о планах на будущее. Нам бы хотелось, наша задача, сделать так, чтобы горожане еще больше почувствовали эффект про города. Вот на сегодняшний день мы считаем это удовлетворительный эффект, но до точки «отлично» нам еще далеко. Нам бы хотелось, чтобы горожане сообщали обо всех положительных и отрицательных моментах, которые есть в их жизни. Еще активнее участвовали в том, чтобы формировать наше содержание. И тем самым газета превратится из девиза «Город в твоих руках» в настоящий инструмент по воздействию на то, что происходит в городе. Вот эту задачу мы хотим решить в этом 2016 году. Ну мы желаем вам в этом удачи, надеюсь, что все получится. А я напомню, у нас в гостях была Ольга Изидорова, директор газеты про город Рязань. На этом мы заканчиваем. Желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова